В 2023 году в регионе появился первый многофункциональный центр «Дом молодых». Открыли его в декабре 2023 года. На реализацию проекта регион получил федеральную субсидию в размере 116 миллионов рублей. Еще 19 миллионов потратили на ремонт. В 2024 году планируют построить в Ульяновской области еще два таких молодежных МФЦ – в Димитровграде и в Новоспасском. Об этом и не только говорили на коллегии Министерства молодежного развития. Для нас очень большой задачей было обучить наших молодых специалистов, которые занимаются молодежной политикой, в муниципальных образованиях, в некоммерческих организациях. 250 человек в регионе мы обучили. Часть из них прошли повышение квалификации, часть прошли семинары. То есть это важный блок, который мы смогли закрыть. Более 43 мероприятий было реализовано крупных домов молодых. И также у нас были большие охваты, это более 7,5 тысяч на системной основе ребят, которые приходили один и более раз. А также более 250 тысяч информационного охвата. В регионе активно развиваются различные сферы и направления, интересующие ульяновскую молодежь. Добровольчество, международное сотрудничество, общероссийские молодежные организации, движение, патриотическое воспитание. Российские студенческие отряды, которые занимаются организацией трудовой деятельности студентов, свободны от учебы время. В 2024 году они отметят сразу два юбилея. Поэтому планы у них наполеоновские. Вообще для нас, конечно, каждый год насыщен определенными событиями, но этот, наверное, в двухкратном количестве. Нас ждет очень интересный год, потому что у нас сейчас развиваются и новые направления деятельности. Мы будем вплотную, это такой небольшой перформанс, будем работать с авиационным университетом и создавать непосредственно авиационные отряды, которые будут работать на базе аэропортов. То есть у нас будет увеличение численности. Если в плане мероприятий, то у нас очень насыщенная программа как с окружными мероприятиями, так и всероссийскому уровню, как уже анонсировалось. Это, естественно, выставка в Кремле, где мы будем представлять наш регион. На коллегии Министерства молодежного развития наградили самых активных представителей молодежи. Именно эти ребята активно продвигали регион, участвовали в конкурсах, привозили победы и заражали своей энергией окружающих. Я активно развиваю медианаправление в нашем регионе и в нашем университете. Я являюсь амбассадором всероссийского медиафорума «Шум» от Росмолодежи, развивая это направление в нашем регионе. Также являюсь пресс-секретарем Ульяновской областной весны, помогаю Российскому союзу молодежи в этом проекте, в медиа этого проекта и также в нашем университете. В 2024 году профильное министерство уделит особое внимание реализации нового национального проекта «Молодежь России». Будут расширять международное сотрудничество, также в планах создать многофункциональный центр для волонтеров.